Всем привет! С вами Александр Родионов и сегодня мы распаковываем очень прикольную штуку. Это большая кольцевая лампа на 18 дюймов фирма Fasoto на 240 светодиодов 5500 кельвинов. Это посылка с Алиэкспресса. Лампочка сама не дешевая и вообще они не дешевые, эти все кольцевые лампы большие. Разные бывают у них комплектации. Вы можете купить просто лампу. Вот здесь вот у меня просто лампа. Вы можете купить лампу там с различными комплектами навесного на нее, то есть там с держателями под телефон, под планшет. Можно купить со штативом сразу в комплекте, можно без штатива. Но естественно самый простой вариант это просто лампа без штатива. Штатив вы можете использовать обычный для фотоаппарата, который у вас есть. Единственное, что вам нужно будет на него купить переходничок. Переходничок у меня один есть, ну вернее я их тоже заказал. Это вот такой вот пупсик, он накручивается на стандартную визьбу и уже на него крепится сама лампа. Лампы кольцевые нам нужны для чего? Чтобы хорошо фотографировать макияж и вообще лицо, да, то есть делать крупное портретное фото. Плюс для визажиста, для самого, оно нужно для того, чтобы делать макияж качественно при плохом освещении. То есть когда мало света или свет какой-то там неудобный, вы включаете лампу и все, вы можете красить все, что угодно. Лампа идет с регулировкой интенсивности свечения и с световыми фильтрами. Там идут желтый световой фильтр. Вот. Значит, коробочка такая приехала чуть-чуть примятая, вдавленная, я бы сказал, да. Ну почему? Потому что здесь пустота-то, в принципе, внутри, да, то есть потому что сама лампочка тоненькая. Вот. В конце будет немножко полезной информации про лампы вообще такие, так что не расходитесь. Так, давайте открывать коробку. Что у нас идет в коробке? Вот сразу мне вываливается. Сразу мне вываливается какой-то переходничок. Я буду сразу все открывать, чтобы смотреть. То есть какое-то крепление, вот такое вот мне вывалилось. Я его пока вот в сторону отложу. Дальше есть еще одно крепление. Еще одно. Один такой вот переходничок. Я не знаю, будем разбираться. Потом, то есть какое-то для чего там используется. Держатель для телефона, да. То есть можно сразу телефончик по центру в лампочку поставить. И можно либо на видео снимать, либо фотографировать можно. Это стандартная. Такая штучка стоит 0,5 бакса. Вот эти вот переходнички, если отдельно покупать. Но такой тоже будет 0,5. Его дешевле просто не продадут. Такой, наверное, за доллар можно будет найти. Вот. Сама лампа, она идет в чехле. Чехол-сумка такая. То есть вам же ее надо куда-то переносить, тягать. Вот. Вот такой вот большой чехол. Так, смотрю, что в коробке. В коробке больше ничего нету. Значит, здесь она как-то усилена чем-то. То есть какой-то здесь, наверное, картон просто внутри стоит. Значит, что? Давайте открывать. Открывается она с одной стороны, на замке. Сама сумка клевая. Вот я вижу, что она клевая. Так, я держу это вверх ногами. Я посмотрел. Нам надо вот так. Ремень в комплекте тоже. Значит, вот сама лампа. Она какая-то полуоткрытая. Полуоткрытая какая-то. Вот прям вот. Прям вот так вот она и лежит у меня. А, значит, почему она полуоткрытая? Она как бы так и кладется. То есть пытается, предлагает ее класть именно так. Значит, что у нас внутри чехла? Два. Ну, вот, может быть, так вот будет видно. Значит, есть два отделения. Вот одно, вот второе. Так. Два отделения. И по бокам еще на замочках. Ну, в принципе, наверное, можно что-то еще положить, кроме лампы. Ну, если плоское. Так. Давайте начнем с самой лампы. Сама лампа. Значит, корпус. Корпус пластиковый. Вот это вот, это пластик. Все крутелки. Так. Крутелки пластиковые. Крутелки. Я так сейчас переверну. Ну, вот это вот корпус пластиковый. Есть одно, один переключатель снизу, который включает и дальше прибавляет мощность. И это для источника питания, да, для блока питания. Я вам, вот, чтобы обязательно было видно, покажу. Вот эти вот светодиоды, они, ну, вот, как плоские. Так. Надо фокусироваться. Камера, фокусируйся. Так. Сейчас я покажу поближе. Значит, вот эти светодиоды, обратите внимание, они такие вот плоские, как в фонариках. Они называются то ли Т6, то ли, может, не Т6, я путаю, да. Ну, то есть, они очень яркие. Не путайте с лампами, которые на светодиодах, ну, на обычных, которые как капсулы прозрачные, которые торчат. Эти светодиоды не светят ярко. То есть, вот эти светодиоды намного ярче. И бывают вот такие вот лампы, но на обычных светодиодах, и которые стоят столько же, да. То есть, они косят под вот такую лампу, но на самом деле это не то. Светодиодную лампу нужно брать только вот с такими светодиодами. Так, я немножко сейчас в сторонку отложу лампочку. И давайте посмотрим, что у нас есть в коробке. Что у нас есть в коробке. В коробке у нас блок питания. Так, блок питания, шнур для блока питания. И два комплекта световых фильтров. Ну, в принципе, один комплект – это световые фильтры. А второе – это просто прозрачные рассеиватели, да. То есть, матовые. Значит, давайте посмотрим, целые они, не целые. Немножко грязные, но целые. Они пластиковые. Пластиковый, матовый. Матовый пластик. И оранжевый. Не знаю, честно, вот оранжевый, куда его использовать, этот оранжевый. То есть, ну, для каких-то специальных фотосессий, может быть, если только. Ну, красить с оранжевыми лампами, с оранжевыми фильтрами. Просто, чтобы теплее свет сделать, я понимаю, но не очень. Я пока их в сторону отложу. Так, давайте я подключу лампочку к питанию, и мы вернемся. Ну, вот, я ее подключил. Питание подключается легко. Вот этот вот переходничок, он специально с такими усиками, что… Не переходничок, а соединение. Что не вырвется просто так, да. То есть, он так как бы защелкивается крепко. Ну, и все, и как блок питания для ноутбука подключаете в розетку. Ну, и самое интересное. Давайте ее включать. Я не знаю, как это будет видно на камере. Я просто включаю минимальную мощность. Минимально, что можно сделать, это вот столько. Теперь я начинаю прибавлять. Прибавляется оно… Есть такие щелчки. То есть, вот этот вот резистор, который я кручу, он имеет какие-то такие положения. То есть, я могу вот прям продозировать. Ой, это невозможно смотреть. Довольно яркий день. Вот это максимальная мощность. Вживую это смотрится… То есть, я на светодиоды на эти смотреть не могу. Во-первых, они горят очень сильно. Во-вторых, у меня довольно светлый день сегодня, но вот это, вот это перебивает очень сильно. Я сделаю поменьше. Давайте посмотрим, как крепятся вот эти вот… Вот эти вот фильтра. Фильтра, фильтра. Тут должен быть один подвырез. Вот подвырез. Так. Они просто защелкиваются. Просто защелкиваются и все. Дальше у них есть такое стыковое соединение. И вы следующий заподлицо его соединяете с предыдущим. Только нужно попасть. Попасть нужно хорошо. Ну, не все тут, может быть, 100% прилегает крепенько, да. То есть, ну, это ничего страшного. И еще одно. Да, конечно, выглядит вот он так, он ее просвечивает, этот пластик. Он какой-то такой некрасивенький на просвет. Но, опять же, это если вы не ярко включили. А когда вы включили ярко, то в вашей модели уже будет не до пластика, который одет на эту лампочку. Она будет кричать, чтобы «Уберите этот свет!» Уберите. Опять же, это минимальная мощность в пластике. Включаем на максимум. Значит, если смотреть на него, то когда глаз привыкает, я могу отличить, где стоит светодиодик, да. То есть, вот что он тут, вот тут вот светит, да. Но свет получается очень равномерный. Вот я взял ее в руки, освещаю. Очень-очень ярко светит. То есть, такой белый приятный свет. Значит, сама лампа свистит. То есть, там стоит трансформатор, да, наверное, внутри который, который издает шум. Это, кстати, не очень хорошо. Если записывать видео на встроенные микрофоны, то будет, наверное, слышно это все. Сейчас, если уменьшить мощность... Да, буквально чуть-чуть уменьшаете мощность, и уже такого свиста нет. Вот, буквально вот на такой вот мощности она довольно так же ярко светит, как и светило, а тем не менее свиста нет. И оранжевый. Ну, как-то я их сверху приложу, просто чтобы понять, что это получается. То есть, какой получается свет. Свет получается желтенький, как... Ну, похож на солнечный такой, если честно. Нет? Ну, вживую как-то не оранжевый. Это точно, он более желтит. То есть, ну, это для мягкого света, для желтого, когда вам нужен желтый именно свет. В итоге, что я хочу сказать по этой лампочке. А, давайте еще посмотрим вот эти вот переходники, которые там были в комплекте, да. Здесь есть стандартная прорезь, как под горячий башмак на фотоаппарате. Вы сюда вставляете один этот переходничок, чтобы вот так вот видно будет. Ну, это пластиковое соединение. Что-то у меня не получилось. А, дальше вы берете вот этот переходничок, прикручиваете сюда, и на этот уже переходничок прикручиваете штучку для телефона. либо вы сюда, вот на эту же, на этот же переходничок можете прикрутить фотоаппарат. Либо вы можете взять какую-нибудь более мощную голову, да, подсоединить сюда и прикрутить, опять же, на нее либо фотоаппарат, ну, либо телефон, да. Ну, или видеокамеру, если у вас видеокамера. Вот. Ну, исполнение ее, вот тут, в принципе, она сделана качественно. То есть, я не могу придраться, сказать, что здесь что-то такое. Нет, она пластиковая. Если бы она была железная, она бы еще хуже. Весила бы много, да. Две крутелки, вот эти, позволяют крутить. Здесь внутри вот стандартное соединение на, опять же, как я показывал, на вот такой вот переходничок. То есть, вы вставляете сюда, чтобы у меня не творился, зажимаете его здесь. Вот я зажал. А вот эта часть у вас уже вкручивается на стандартную голову от штатива. Вот. Либо нужно покупать специальный штатив. Вот, если он у вас есть, то можете использовать. Если у вас есть стандартный, то с этим переходником, если у вас вообще ничего нет, можно заказать эту лампу вместе со штативом. Я доволен. Штука стоит своих денег. Стоимость. Стоимость, она варьируется там где-то от 100 долларов до 150-160, в зависимости от комплекта поставки. Ссылку на оригинального производителя Fasota и на оригинальный магазин на Алиэкспресс я оставлю в описании. Можете пройти, посмотреть, сколько она там стоит. Написано ли что-то на самой лампе, что это Fasota? Нигде ничего не написано. То есть, о том, что это Fasota, может, это не Fasota. Ну, вот тут она немножко царапнутая, неглубоко, поверхностно, когда там корпус крутили, где-то китаец приложился. но работает, претензий нету, чехол хороший, комплектация та, которая была и заявлена. Все есть, все доехало. Рекомендую. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до следующего видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok